Вторая мировая война 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 И Советский Союз мог бы, наверное, готовиться к войне на Дальнем Востоке в течение целого полноценного года. А если бы Россия получила мирным путем эти территории, была бы она сегодня крепче ее позиции на Дальнем Востоке и отношения с Японией лучше. Это только несколько аспектов одной глобальной геополитической проблемы. А еще ее составляющими потом станут гражданская война в Китае и корейская междоусобица. Но так ли уж они нам были нужны? Дальнем Востоке Несмотря на объявленную императором Хирохито капитуляцию Японии, воинственный дух сыновей страны восходящего солнца с большим трудом мог примириться с неизбежностью. Отдельные отряды японских войск во главе с офицерами уходили в леса и горы, надеясь там, если и не продлить вооруженное сопротивление, то хотя бы избежать позора плена. Только в начале сентября сдался Тигр Малай, покоритель Сингапура, генерал Тамаюки Ямашито, который продолжал обороняться в филиппинских джунглях вплоть до известия о подписании капитуляции. На отдельных островах война продолжалась до 4 сентября, но в целом Курильские острова к 1 сентября уже были полностью в руках десантных отрядов Советского Тихоокеанского флота. А вот на островах Японской митрополии ни одного подразделения Красной Армии не появилось. Американский президент Трумэн категорически возражал против советского участия в оккупации Японии, и сила тогда была на его стороне. В советских планах Дальневосточной войны важное место занимал японский остров Хоккайдо. Планировалась десантная операция по оккупации северной части острова. Для этого Тихоокеанский флот должен был высадить на Хоккайдо три стрелковые дивизии. Операцию планировали начать 19 августа, завершить 1 сентября. Но затем подготовка к этой операции затянулась, и она была перенесена на 24 августа, а затем почему-то отменена совсем. Главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке маршал Александр Василевский неоднократно докладывал Сталину о полной готовности армии и флота для проведения десантной операции на Хоккайдо. Но вождь согласия на ее проведение не давал. Дело было в том, что еще в Потсдаме лидеры трех великих держав согласовали демаркационную линию действий американской и Красной армии на Дальнем Востоке, и она проходила севернее Хоккайдо. Сталин попытался еще раз убедить Трумына в том, что присутствие советской армии на Хоккайдо необходимо. И вот он как это аргументировал. Вначале он напомнил американскому президенту о том, что в 1919-21 годах японцы оккупировали Советское Приморье. И поэтому русское общественное мнение было бы серьезно обижено, если бы русские войска не имели района оккупации собственно японской территории. Но американцы категорически были против присутствия Красной армии на острове Хоккайдо. Вступление Советского Союза в войну против Японии ускорило ее капитуляцию еще и потому, что японская элита боялась революционных прокоммунистических беспорядков. И в этом случае императорская система управления могла бы серьезно пострадать. Поэтому оттягивать капитуляцию перед Соединенными Штатами и Великобританией правительство Японии не имело права. Императорская форма правления, отношение большей части японцев к своему монарху как к постоянной сути духовной жизни, вечной, неизменной и созидательной, помогло им, обреченным на поражение, страдания и тяжкий труд, пережить самые страшные дни своей истории, не изменив своим национальным ценностям и традициям. Один из пилотов Камикадзе перед своим последним вылетом записал в дневнике «Я обыкновенный человек и надеюсь, что не буду ни святым, ни негодяем, ни героем, ни дураком, просто человеком. Как тот, кто провел жизнь в тоскливом стремлении к чему-либо и в поисках, я умру с надеждой, что моя жизнь послужит человеческим документом. Мир, в котором я жил, был полон раздоров. Поэтому сообщество разумных людей должно быть лучше устроено. Если нет единого великого дирижера, все начинают играть по своим нотам, что приводит к диссонансу там, где должна быть гармония и мелодия. Подобно цветам вишни, по весне, пусть мы опадем, чистые и сияющие». Окончание Второй мировой войны вызвало участие советского общества совершенно определенные иллюзии относительно наступления эры процветания и благополучия как внутри страны, так и на международной арене, в частности, во взаимоотношениях между Востоком и Западом. Однако думающие люди, не только информированные политики, но представители научной, творческой интеллигенции, военные, испытывали определенную тревогу и ощущали симптомы того, что впоследствии будет названо «холодной войной». Очень показательно в этом отношении история с тем, как воспринималась в Советском Союзе информация об американских атомных бомбардировках японских городов Хиросима и Нагасаки. В советской печати появилась очень коротенькая, всего-то треть столбца сообщения о том, что американцы сбросили на японский город Хиросима бомбу мощностью в 20 тысяч тонн тринитротулуола. О бомбардировке Нагасаки тогда не сообщалось вообще. И для очень многих людей эта информация оказалась в высшей степени тревожной. Симптоматично, что английский еженедельник, он имел название британский союзник, который был первым периодическим изданием, распространявшимся в СССР, и поместившим хотя бы некоторые комментарии по поводу атомных бомбардировок, был молниеносно раскуплен. Президент Трумэн назначил генерала МакАртура верховным командующим союзных войск и поручил ему организовать церемонию подписания Японии капитуляции. Это несколько уязвило адмирала Честера Немеца, ведь это его Тихоокеанский флот вынес основную тяжесть войны с Японией и вынес наибольший вклад в победу. Флот США все-таки добился того, что заключительный акт Второй мировой войны состоялся на линкоре Миссури, на котором поднял свой четырехзвездный флаг адмирал Немец. Еще 29 августа эскадра американского флота во главе с линкором Миссури бросила якоря в Токийском заливе. Генерал Дуглас МакАртур 2 сентября отказался прибыть на линкор в адмиральском катере из своего штаба в Иоакагами, заявив, что он согласен прибыть на церемонию только на новом эсминце. Дуглас МакАртур родился в 1880 году. Колоритная и противоречивая фигура Второй мировой войны. Перед нападением Японии на Пёрл-Харбор МакАртур командовал Объединенной Американо-Филиппинской армией. После высадки японских десантов, которые МакАртур не сумел предотвратить, его армия потерпела несколько тяжелых поражений, а сам генерал 11 марта 1942 года оставил и Филиппины, и своих терпящих бедствия солдат, громко прокричав «Я вернусь!». Затем МакАртур командовал войсками союзников в юго-западной части Тихого океана. И только в январе 1945 года он смог сказать «Я вернулся!», когда вместе с морскими пехотинцами высадился на Филиппинских островах. У яркого, артистичного Дугласа МакАртура было слишком много врагов и завистников, поэтому его попытка уйти в большую политику, выставив себя в качестве кандидата в президенты, к успеху не привела. Японская делегация появилась на палубе линкора «Миссури» около 9 часов утра 2 сентября. Ее возглавляли министр иностранных дел Маморо Сигемитсу и начальник генерального штаба генерал Йосухиро Умедзу. За креслом генерала МакАртура стояли доставленные из лагерей военнопленных американский генерал Джонатан Уэнрейт, подписавший капитуляцию на Филиппинах весной 1942 года, и английский генерал сэр Артур Персиваль, бесславно сдавший Сингапур. Первыми от лица победителей акт о капитуляции подписали Дуглас МакАртур и Честер Нимец. От Советского Союза свою подпись поставил генерал-лейтенант Кузьма Деревянко, имени которого не оказалось даже в объемистом томе энциклопедии «Великая Отечественная война». В СССР день победы над Японией был установлен 3 сентября. В своем обращении к народу верховный главнокомандующий генералиссимус Иосиф Сталин вспомнил тяжелую для России русско-японскую войну 1904 года, вероломное нападение Японии на российский флот в Порт-Артуре. «Наш народ верил и ждал, – сказал Сталин, – что наступит день, когда Япония будет разбита и пятно будет ликвидировано. 40 лет ждали мы, люди старого поколения этого дня. И вот этот день наступил». Сталин в этом обращении со всей откровенностью выступил в роли собирателя земель бывшей Российской империи, признав непрерывность русской истории и закономерность ее развития. Может быть, это была самая антибольшевистская, самая антиленинская речь Сталина. Своё недовольство советско-американскими отношениями и после победы над Японией Сталин выразил вполне ясно, отправив на подписание акта о капитуляции Японии на линкор Миссури малоизвестного генерала Кузьму Деревянко. Советскому маршалу Александру Василевскому, главнокомандующему войсками на Дальнем Востоке, разделить честь и триумф победы над Японией вместе с американским генералом Дугласом Маккартером не пришлось. А жаль. Несмотря на весомый вклад Красной Армии, разгромившей Квантунскую группировку и японские гарнизоны на островах, американцы не допустили советские оккупационные войска на территорию Японии, отказали даже в просьбе на использование одного единственного аэродрома на острове Хоккайдо. Позднее министры иностранных дел СССР, США и Великобритании договорились о создании Дальневосточной комиссии, но фактически побежденной Японией единолично правил американский генерал Дуглас Маккартер, вызывая часто активную неприязнь Сталина, а иногда и собственного президента Трумэна. В отставку генерала Маккартура отправят только в 1951 году в связи с тяжелыми неудачами американской армии в войне в Корее. 5 сентября лейтенант государственной безопасности, шифровальщик советского посольства в Канаде, 26-летний Игорь Гузенко с документами особой важности попросил в Оттаве политического убежища. Это был страшный удар по советской агентурной сети на территории США, Канады и Великобритании. Дело даже не в последовавших арестах советских агентов, а в том, что Запад впервые увидел, сколь всеобъемлющим и масштабным является внедрение коммунистических агентов в самые секретные ведомства их недавних союзников. Сенатор Маккарти и ему подобные деятели получили невероятно точные сведения, оспорить которые было невозможно. Симпатии к советской России начали стремительно убывать. Не мудрено, что самого Игоря Гузенко бдительно охраняли, и на телевидении даже спустя много лет он появлялся только в Балахоне. Внешние отношения Большой Тройки еще не изменились. В Берлине состоялся большой совместный парад советских, английских, американских и французских войск. Принимали парад главнокомандующие маршал Жуков, генералы Монтгомери, Эйзенхауэр и Латтер де Тассини. В тот же самый день американские морские пехотинцы высадились в Южной Корее. В стране утренней свежести обозначились два лидера, два идеологических противника. Американцы делали ставку на Ли Сенмана, а Советский Союз на Ким Ирсена. Хрупкое равновесие, достигнутое за счет присутствия оккупационных войск, продлится в Корее очень и очень недолго. В Лондоне открылась первая сессия Совета министров иностранных дел великих держав. Бурную полемику вызвали, как всегда, балканские проблемы. Премьер-министр Великобритании Клемент Этли пообещал предоставить независимость Индии. 9 сентября Япония подписала акт о капитуляции перед Китаем. Только 12 сентября капитулировал крупный японский гарнизон, оборонявший Сингапур. 23 сентября произошла революция на острове Ява. На пост президента Индонезии вступил основатель национальной партии Сукарна, будущий лауреат Международной Ленинской премии. 30 сентября американский флот произвел высадку морских пехотинцев на территории Китая. К началу осени 1945 года американцы располагали несколькими десятками килограммов обогащенного урана, сырья, крайне необходимого для создания атомного оружия. И каждый месяц эти запасы увеличивались еще на 7,5-8 килограмм. Интересно, что эти цифры мы подчерпнули не из современных открытых публикаций, которые описывают историю создания атомного оружия в США, а из ныне опубликованных тогда, разумеется, совершенно секретных документов на имя Берия и Сталина, которые предоставлял Народный комиссар государственной безопасности Всеволод Меркулов. А это означало то, что советская разведка была в курсе тех стадийных разработок, которые вели к совершенствованию атомного оружия в США. Уже в первой половине октября 1945 года Меркулов мог уже доложить советским лидерам о конструкции атомной бомбы и о том, как быстро атомные секреты могут помочь советским физикам создать альтернативное и аналогичное американскому новое сверхмощное оружие. А это означало то, что две сверхдержавы обречены вступить друг с другом в гонку вооружений, которая рано или поздно приведет к гибели одну из этих сверхдержав. На улицах Москвы осенью 1945 года появилось немало трофейных автомобилей марки «Опель» и «Мерседес». А городской транспорт разрывался на части. Войти в него можно было только с боем, а выйти из трамвая или троллейбуса на своей остановке с еще большим трудом. На улицах столицы самыми заметными соленищие попрошайки и инвалиды. 250 тысяч москвичей жили в общежитиях. На одного москвича приходилось около четырех с половиной квадратных метров жилой площади. Главным символом жизни стали очереди. На всякий случай горожане запасались солью, спичками и мылом. В страшном дефиците были зубные щетки. Безопасные бритвы с наглым названием «Экстра» могли конкурировать с пиявками по обильности кровопускания. Женщинам пришлось чаще поступаться гордостью, потому что значительно уменьшилось количество мужчин. Государство не торопилось возвращать конфискованные у граждан радиоприемники, справедливо предчувствуя наступление железного периода радиопропаганды. В эти первые послевоенные месяцы русские люди ощущали себя брошенными и несчастными. На барахолках вот, кстати, очень хорошее эпохальное как мне представляется слово, которое, к сожалению, сейчас уже уходит из современной русской лексики. Так вот, на барахолках стали во множестве появляться предметы, вывезенные советскими солдатами и офицерами из оккупированной поверженной Германии. Это и радиоприемники Телефункин, и иглы для швейных машин, и великолепные пивные фаянсовые кружки с металлическими, а зачастую серебряными крышечками, и многое-многое другое. появилось раздражение в отношении бывших союзников по антидитерской коалиции, проявилось в том, как американцы осуществляли возврат части техники, в первую очередь автомобильной, которая была поставлена Советскому Союзу в годы войны по Ленд-Лизу. Когда советская сторона отдавала американцам автомобили в полной комплектации, буквально вылизанные, приведенные в порядок шоферами, то американцы, ничтоже сумняшися на глазах советских представителей, загоняли их под пресс и грузили в трюмы своих кораблей в качестве металлического лома. Генерал МакАртур 10 сентября опубликовал декларацию об управлении Японии. Американцы оставили во главе побежденной страны императора Хирохита, но свели его на землю, лишив божественного статуса. Император теперь появлялся на людях, встречался и фотографировался с МакАртуром. Никаких обвинений в развязывании войны Хирохита предъявлено не было, а абсолютная власть преодлежала наместнику, роль которого с удовольствием исполнял Дуглас МакАртур. 11 сентября его штаб издал директиву об аресте генерала Тодзио и еще 38 других японских военных преступников. Тодзио попытался покончить жизнь самоубийством, но неудачно и после токийского процесса его повесят. Германии был введен строгий пропускной режим между оккупационными зонами. Советская зона становилась все более недоступной для бывших союзников. Совместными усилиями готовился Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. О судебном преследовании и наказании главных военных преступников правительства СССР, США и Великобритании договорились в Лондоне 8 августа. В соответствии с этим соглашением был учрежден международный военный трибунал. В сентябре главнокомандующие оккупационными войсками в Германии сдали приказ о том, чтобы местные германские власти беспрекословно передавали представителям союзников, то есть представителям этого трибунала все сведения, документы и информацию. В сентябре же было определено место проведения международного суда. Им стал дворец правосудия в основательно разрушенном немецком древнем городе Нюрнберге, который в годы Третьего рейха был местом проведения съезда в гитлеровской партии. И тогда же окончательно определили круг высших германских руководителей, чьи преступления будет рассматривать международный военный трибунал. У Нюрнбергского процесса была и есть одна Ахиллесова пята. Там победители судили побежденных, и поэтому аналогичные действия победителей, те же преступления, которые совершались и с другой стороны, не были преданы суду. Наверное, для современного мира порядка было бы лучше, чтобы судьями в Нюрнберге были представители нейтральных стран Ирландии, Швеции, Швейцарии, Португалии, и чтобы они, осудив техчайшие преступления нацистов, сделали хотя бы и частное определение в адрес победителей в тех случаях, когда их действия нарушали принципы гуманизма и справедливости. Справедливо покарав главных нацистских преступников, Нюрнбергский трибунал стал для будущего и примером применения двойных стандартов. Они особенно сказались при рассмотрении дел, приговоров и судьбы генерала Йодля, адмирала Вредера и Денниса, потому что те же самые методы войны на суше и на море использовали все без исключения главные участники Второй мировой войны. После оккупации Германии войсками союзников известный немецкий кинорежиссер Лени Рефеншталь была арестована американской полицией. Средователи очень интересовала близость к Гитлеру, создательнице триумфа воли и Олимпии, непревзойденных до сих пор в своем жанре фильмов. Затем ее отпустили с миром, но после смены американских войск на французские Лени Рефеншталь снова была арестована. И опять ей задавали те же самые вопросы. И так будет еще несколько раз, но уже в немецких судах по деноцификации. Накануне своего столетия, приехав в Петербург, Лени Рефеншталь на вопрос, как ей нравится современная Германия, бесстрашно ответит, что при Гитлере до начала мировой войны Германия выглядела лучше. Впрочем, как и сама госпожа Лени Рефеншталь, тогда она выглядела все-таки лучше, чем перед своим столетним юбилеем. Лени Рефеншталь Лени Рефеншталь Лени Рефеншталь Лени Рефеншталь